Как только в этом зале заканчивается тренировка, тут же начинается репетиция. На паркет вслед за баскетболистами выходят они, постоянные спутницы наших игроков. Они придут на матч, даже если все остальные его проигнорируют. И не просто придут, а еще и спляшут, и трюки покажут. Вечерами, когда в зале никого нет, девушки отрабатывают здесь свои номера. Забраться на баскетбольное кольцо, сесть на щите на шпагат, а потом грациозно спуститься на паркет. Все это на каждом матче исправно выполняет одна и та же представительница команды. Валерия – участница самого первого состава группы поддержки. Опытная танцовщица берет на себя самые сложные трюки. Я не буду хвастаться, конечно, но это я залазил на кольцо, меня подбрасывают, потому что я просто самая маленькая по параметрам. Поэтому, исходя из этого, меня решили все это делать. Со мной закидывать, подкидывать, выбрасывать, поднимать. В общем, я верхняя. Эта яркая блондинка на паркете тоже выделяется. Не только из-за цвета волос, но и потому что всегда в центре. Карина – капитан группы поддержки. Это она придумывает танцевальные номера для коллектива и занимается организационными моментами в отсутствии тренера. Номеров на данный момент, я думаю, где-то около 30. Когда я пришла, на тот момент, по-моему, было 5 или 6 номеров. Придумала половину точно. Хочется больше каких-то фишек новых, тяжелее усложнять, что порой рискованно, конечно. Ну, травмоопасный вид спорта, как ни крути. Поэтому, на самом деле, надо все серьезно собираться, без шуточек, что обычно сопровождает тренировки. Номеров хватает, чтобы в течение двух дней не повторяться. Но самое зрелищное можно и дважды показать. К примеру, любимый болельщиками эпизод с покорением баскетбольного кольца. Таких акробатических элементов скоро в арсенале девушек появится больше. В России группа поддержки автоматически попадает в ряды чирлидеров. Это признанный вид спорта со своей федерацией и календарем соревнований. Севастопольские чирлидеры подключатся ко всероссийским стартам уже в мае. Прежде чем выступать на соревнованиях по чирлидингу, нашей команде предстоит еще много что проработать. И дело не только в постановке танцевальных номеров, но и в экипировке. Вот, к примеру, с такими помпонами, а это, между прочим, неотъемлемый атрибут любой группы поддержки, выступать на соревнованиях нельзя. Они не соответствуют профессиональным требованиям. Они самодельные. Девчонки клеили их вручную из обычных целлофановых пакетов. Где взять деньги на профессиональную атрибутику? Этим сейчас озадачен главный тренер команды. Тренировки проходят в усиленном режиме. Продугается все до мелочей. И внешний вид, и музыкальная подборка, и какие-то идеи. В общем-то, в чирлидинге, в самом, как в спорте, там редко что-то обыгрывается. Там можно обыграть, но это сделать сложнее, чем, например, в обычных танцах. Так как там очень сильно все завязано на прыжках, получается, не совсем всегда можно привнести какую-то идею. Мы попытаемся. То есть я еще сама не знаю, может быть, за это и снизят баллы, а может, наоборот, оценят. Оценят или нет, соревнования покажут. Дебют севастопольской сборной через несколько месяцев состоится в Ростове-на-Дону. Виктория Косогляненко, Павел Красиков, Севонформбюро.